Отработка профессиональных навыков – залог успеха в реальной ситуации. Любрецкие спасатели устроили себе очередной самоэкзамен. На этот раз они отрепетировали действия при ликвидации последствий ДТП. Боевую готовность участников учения оценила и наша съемочная группа. На Новоризанском шоссе столкнулись два автомобиля. Из-за сильного удара и наезда на столб один из них перевернулся. Водитель заблокирован и не может самостоятельно покинуть салон. Тем временем вторая машина начинает гореть. В ней находятся две девушки. На место прибывают пожарные. Первой частью задания спасатели справились, прибыли вовремя и оперативно потушили огонь. Остается извлечь участников аварии из автомобилей. Кроме сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и Мособлпошспас, на месте работают и другие службы. У каждой службы есть своя задача. В первую очередь у сотрудников ГИБДД это обеспечение безопасности дорожным движением. Сотрудникам скорой медицинской помощи, соответственно, это при передаче спасателями пострадавшего, его оказание первой медицинской помощи и доставка в лечебное учреждение. Михаил Зимцов спасал водителя перевернувшейся машины. Чтобы извлечь пострадавшего, пришлось срезать крышу автомобиля. Уже через семь минут мужчина в безопасности. Как вы сегодня видели, у нас были живые статисты. Это крайне редко применяется в аварийно-спасательных работах. Но когда все риски сведены к минимуму, и пожарный работает непосредственно с живым человеком, он начинает и более глубоко погружаться в эту игру, верить. И, соответственно, при уже реальном ДТП, при работе на ДТП, спасатель будет уже действовать по этим клише, по отработанным. Все пострадавшие спасены. 22 человека и 4 единицы техники успешно справились с экзаменом. Готовность прийти на помощь в очередной раз доказана. Нашим спасателям приходится практически ежедневно выезжать на дорожно-транспортные происшествия. Сегодняшнее учение я оцениваю на твердую хорошо с плюсом. Замечания есть новым нашим подразделениям, которые принимали здесь участие, отрабатывали свои действия. На этом учения спасателей не закончились. После практической части предстоит разбор полетов. Ведь в реальных ситуациях ошибок быть не должно.